В большом зале законодательного собрания 18 сентября прошло очередное заседание областного парламента. На повестке дня значится ряд вопросов, касающихся улучшения жизни населения. Сначала депутаты зарегистрировались и проголосовали за повестку дня. Выяснилось, что на месте присутствует 27 депутатов из 36, которые образовали квору. Через несколько минут слуги народа приступили к обсуждению законопроектов. Так, через прение большинством голосов депутаты проголосовали за документ, касающийся предоставления единовременных соцвыплат до 700 тысяч рублей многодетным на строительство, получившем ранее земельный участок собственности. Но для того, чтобы понять, как закон работает, мы устанавливаем его срок. Три года. И будем каждый год сейчас смотреть, как он, соответственно, реализуется. Обязательно депутаты разных фракций войдут в так называемую комиссию, который будет готовить порядок реализации этого закона. Однако некоторые парламентарии все же пытались бойкотировать законопроект, который шел на благо 4000 многодетных семей, и требовали перенести слушание на другой день, прикрываясь якобы недоработкой документа. Сейчас будет так, что они получат эти 700 тысяч. Имя этих денег, как спортсменам, мы обсуждали тут, конечно, не хватит, чтобы дом построить. И они придут к нам сюда. Также жаркие баталии вызвал законопроект о транспортном налоге, благодаря которому расширяется круг получателей льгот. Решено полностью освободить от уплаты транспортного налога владельцев электрокаров. Кроме того, не будет платить транспортный налог один из родителей, усыновителей или попечителей ребенка-инвалида, владеющий легковой машиной с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. В нашей области всего 4373 семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. И в случае, ну, в теории мы понимаем, конечно, что если каждая семья захочет воспользоваться этой льготой, то сумма представляемых льгот составит более 19 миллионов. Требования депутатов от фракции КПРФ разграничить физические и юридические лица по электромобилям большинство депутатов не сочли столь важным, чтобы не голосовать за нужный регионный законопроект. Следующий вопрос касался закона о статусе педагогического работника. Его приняли единогласно. В документе закрепили права педагогов в условиях лично-профессиональной деятельности, аттестации, повышения квалификаций, виды поощрения и меры социальной поддержки. Это, конечно, настоящий первый документ, который законодательно принимает наш статус. Это очень важно, я считаю. И для всех учителей особенно было приятно, что Васильева, министра образования, отметила, что наш регион выступил с инициативой первой, сел в региональный наш проект, который, как она сказала, войдет в основу закона федерального. И это, конечно, и приятно, и гордимся этим. Следом парламентарии приступили к обсуждению законопроекта о статусе депутата. Сразу же со стороны коммунистов начались разговоры о выделении помощников на платной основе. Главный аргумент – если человеку платят, то он лучше выполняет свои обязанности. И не важно, что это миллионы из бюджета, которые могли бы потратить на более важные темы. Оплачиваемая должность, она влечет другие требования к работе человека. Вот в данный момент депутаты работают, многие депутаты работают на общественных началах. Ну вот я, естественно, в том числе. Это очень сложно совмещать, и это влияет на качество работы. Еще одна инициатива парламентариев от фракции «Единой России» в целях улучшения жизни населения нашла отлик у региональной власти. Приседатель комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоправлению, развитию гражданского общества Сергей Шерстнев озвучил предложение об увеличении социального блока бюджета региона на следующий год. Сумма внушительная – один миллиард рублей на отрасль здравоохранения. Ситуация, в частности, здравоохранения, прежнему требует очень серьезного внимания. Мы понимаем озабоченность депутатов. Сейчас мы находимся уже практически на завершении формирования бюджета. На следующий год, буквально через неделю, мы планируем рассматривать все на заседании правительства. По итогам этого обсуждения и то, что было сегодня обращение на законодательное собрание, мы провели оперативное заседание нашей комиссии по бюджетным проектировкам. И мы думаем, что сможем изыскать дополнительно один миллиард рублей на поставленную задачу. Не забыли и про пенсионеров. Депутаты одобрили законопроект, закрепляющий областную величину прожиточного минимума человека, находящегося на пенсии на 2020 год. Исходя из этого, со следующего года более 46 тысяч пенсионеров будут получать федеральную доплату, чтобы сумма прожиточного минимума достигала установленной российской нормы. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ.